Меняет профессию изобретать машину времени, для этого мне нужен всего лишь футбольный менеджер Если вы смотрели одно из моих предыдущих видео с названием ТОП-10 лучших футболистов в FIFA через 10 лет, то вы понимаете, что сегодня будет происходить А для всех остальных вкратце объясню В общем, я просто беру футболистов, которые моложе 21 года И отсортировываю их по потенциалу Все Сегодня будет то же самое, сто лишь разницы, что мы возьмем игроков из Ла Лиги и расставим их по позициям в схеме 4-4-2 Да, возможно, это не самый точный прогноз, такой же неточный, как, например, Александр Прудников Но почему бы не попробовать? Ну что ж, друзья, начнем с основы Вратарь это полкоманды и самый высокий потенциал среди молодых вратарей нынешней Ла Лиги У голкипера Сельты Рубина Бланка Он уже успел поиграть за сборные Испании разных возрастов Играл на юношеском Евро, но за основную сборную, само собой, еще не заигран И в этом сезоне он сыграл за Сельту 22 матча Да, Сельта, конечно, в этом сезоне выступила не очень Сейчас она занимает 13-е место, но видно, что тренера ему доверяют И он пропустил всего 27 голов Я считаю, что не так и плохо для команды, по сути, проваливший сезон И в моей фантазии вот такая вот ТОЦ-карточка, возможно, будет у него через 10 лет Переходим к центральным защитникам Здесь у нас парень, которого вы, возможно, уже знаете Это Лукас Эрнандес из Атлетико Мадрида У него уже есть ТОЦ в этой части ФИФЫ Правда, у него ТОЦ на ЛЗ Но в игре он центральный защитник На Википедии он центральный защитник Все его карточки в ФИФА Центральный защитник имеют позицию, кроме ТОЦа Да и, честно говоря, его статистика в этом сезоне не подходит, как по мне, фланговому защитнику Всего одна голевая Но, тем не менее, ТОЦ у него почему-то на ЛЗ Я не смотрю матча Атлетико, признаюсь честно Если среди вас есть фанаты, вы можете объяснить мне, почему у него ТОЦ именно на ЛЗ Он уже играет за Атлетико Мадрид в основе И провел два матча за сборную Франции А это для его возраста и для нынешней конкуренции в сборной Мне кажется, неплохое достижение Вторым по потенциалу центральным защитником в ЛА Лиге является совсем уж молодой парень Хосе Мария Амо Игрок Сивилья Ну, про него совсем мало известно У него довольно посредственные скиллы Он также играл за все молодежные сборные Испании Но за Сивилью пока что сыграл всего 7 матчей Но на Спортструе нашел интересную статью В которой говорится, что он суперфутболист, суперуниверсал, суперталант И, возможно, в дальнейшем будет лучше даже, чем Серхио Рамос Ну что ж, как говорится, поживем и увидим Не зря ли ему выдают такие авансы любители футбола, знатоки футбола и разработчики футбольного менеджера Самым перспективным левым защитником в ЛА Лиге является, опять-таки, игрок Сивильи Это Гильерми Арана Он недавно перешел в Сивилью, всего полгода там играет И всего три матча у него в зачете, так сказать Но до этого он много играл за Каринтианс у себя на родине в Бразилии Сыграл почти сотню матчей Даже два раза был чемпионом Бразилии Ну что еще интересного можно про него сказать То, что его фото на моей воображаемой ТОЦ карточке Чем-то похоже на фото Кайла Волкера Который тоже является фланговым защитником И у него уже есть ТОЦ Ну что ж, кто знает, кто знает Возможно, в дальнейшем Арана дорастет и до уровня Кайла Правый фланг нашей команды будущего будет бороздить Альвара Адриасолла Этого парня я более-менее знаю, потому что я брал его в карьерах И он реально здорово развивается В принципе, в жизни он тоже неплох В этом году он отыграл весь сезон за Соседат 34 матча в Ла Лиге И, судя по статистике, отыграл он их весьма неплохо 4 голевых у этого парня И уже этой весной им интересовалась Барселона Что я считаю весьма неплохой перспективой Первый центральный полузащитник в нашей команде Это Карлос Солер Или Соллер Между прочим, этот парень уже является чемпионом Европы Правда, среди сборных младше 21 года В этом году у него в Ла Лиге 32 матча за Валенсию И 6 очков по системе гол плюс пас Почитав про него всякие новости и статьи Я понял, что многие его сравнивают с Давидом Сильвой И некоторые трансферные слухи уже сватают его в МЮ Ну что ж, либо это работа его агентов Либо парень реально талантлив Кто бы мог подумать, друзья Еще один чемпион Европы среди сборных младше 21 года Также в нашей команде Это Родриго Но не путайте его с другим Родриго Который нападающий Который уже имеет Тотса Это совершенно разные люди Также этот парень является чемпионом Европы Среди сборных младше 19 лет То есть парень к 20 годам уже двухкратный чемпион Европы Можно сказать Весь этот сезон в Вильяреале он отыграл в основе И судя по всему растет новый бускец Но, так сказать, в хорошем смысле слова А не в том театральном Как говорил герой Владимира Высоцкого В фильме место встреч изменить нельзя А теперь горбатый Гонсало Гэдеш Второй футболист в нашем сегодняшнем списке Который уже имеет Тотса Те, кто играет в ФМ Прекрасно давно знают этого читерского беста И то, что он вырастает чуть ли не во второго Криштиану Роналду Я думаю, что вы все прекрасно знаете Что это очень талантливый парень У него был, конечно, небольшой спад в ПСЖ Но вот в Валенсии он вновь нашел себя И, возможно, еще покажет Ну, а справа у нас парень Который не нуждается в представлении Это Усман Дембеле Один из самых талантливых футболистов своего поколения Мне, в принципе, больше добавить нечего Вы и так все про него прекрасно знаете И мы просто перейдем к паре нападающих И первый из них Это нападающий Барселоны Б Абель Руиз Самый молодой в сегодняшнем списке Ему всего лишь 18 лет Он еще ни разу не играл за основную команду Барсы Но у него очень крутая статистика За сборную Испании Младше 17 лет И в составе которой он является чемпионом Европы Да, конечно, умеют испанцы воспитывать молодежь Уж не знаю, как у них это получается Наверное, какой-то лимит вводят Я даже не знаю Ну и последний в нашей команде Это Антонио Санабрио Футболист, который также прошел школу Барселоны Играл в Роме И сейчас играет за Бетис Играет довольно неплохо И что я про него могу интересного сказать То, что на Википедии написано, что по стилю игры Он напоминает Карима Бензема И вот думаю, это комплимент или не очень Но в любом случае, удачи парню Тем более, его зовут Антонио По-моему, прекрасное имя Вот меня зовут Марти Макфлай Всегда мечтал, чтобы меня звали Антонио Ну и вот такую вот, друзья Мы имеем команду по итогу Так сказать, конечно же Я повторюсь, что это, конечно же Не самый точный прогноз По-любому, родятся еще новые таланты Возможно, кто-то из этих парней не заиграет Или просто из Ла Лиги в другой чемпионат перейдет Но на данный момент Это вот 11 самых талантливых футболистов В чемпионате на своих позициях Ну а на этом все Если это видео наберет 1147 лайков То я сделаю подобное видео про остальные лиги Всем удачи, всем пока С вами был Антонио Санабри